Мне кажется, технология повлияет в общем итоге в худшую сторону. Что бы человек вообще делал, если бы ему не нужно было бы делать хоть что-то? Если бы у него не было никакой вообще нужды, что бы он делал, кем бы он стал вообще? В мире, где ничего не нужно будет делать, надо будет просто расслабляться, наслаждаться жизнью, лежать на лежаках, читать книги, общаться, прогуливаться, ездить в всякие путешествия, плавать в океане, гулять по лесам и ничего, ничего не делать. Сейчас, 2016 год, мы находимся в России, в ее столице, в Москве. Я из Владивостока. Это Дальний Восток. В общем, край света. Переехал в Москву из-за друзей. Но они сами меня нашли, им понравилась моя музыка, они меня пригласили сюда. Здесь рождается какая-то другая общность между людьми. Все наши друзья-музыканты, все наше окружение сформировано в этой волне, в которой не было выхода в реальный мир. Она существовала только как интернет-культура. Просто ее перенесли в реальный мир. Всем нравится ходить на пати, потому что это соединение всех чувств одновременно. Это коммуна, которая не представлялась быть реальной еще некоторое время назад и случайным образом образовалась на подмосковной территории. Кира с Витей решили поселить сюда всех наших друзей для того, чтобы они коллаборировали. В основном музыканты, графические дизайнеры, режиссеры, переводчики, сценаристы. В общем, куча-куча людей. Большинство из нас вегетарианцев. Мы очень любим животных, природу. Очень принципиально и справедливо. Да, мы называемся скотобойней. Скотобойния – это культ. Молодость – это поклонение. Мы ходим на тусы, потому что это наша работа. Мы обязаны быть там, как работники. Ребята вернулись в старый стиль рейвов, одев молодежь в спортивные костюмы, вернув эти старые танцы под хардкор, под хэпи-хардкор, ну, под старую рейв-музыку. Я считаю, что элемент молодости здесь в том, что когда мы состаримся, мы все равно будем ностальгировать именно по этой музыке, по этой тусовке. Я не боюсь стареть. Мне очень интересно смотреть на себя с седыми волосами. Ну, и вообще смотреть, как изменятся мои взгляды, какие-то новые достичь зрения появятся. Я не боюсь стареть, потому что мое тело стареет, а душа моя вечна. Мне кажется, мы находимся на суде все. И нас судят. Тот, кто считает, что его должны судить, того и будут судить. Я хочу жить вечно, да. Могу вечно потреблять информацию. Информации перенасытись, я думаю, что сейчас уже нельзя. И хочу попробовать много чего в жизни, а чтобы попробовать, надо жить вечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok